Всем автопривет! Вы на канале Автообзорка и с вами Фазылыч. Сегодня у нас в обзоре Toyota Camry 2 и 2,5 литра. Выпуск будет интересный, так как мы эксплуатировали это авто в двух регионах. Это Казань и Сургут. Они абсолютно разные, с разными климатическими условиями и дорогой. Ну что, погнали! Добрались мы до моего города. У нас температура сегодня 30 градусов, не теплая. Хочу представить вам собственника автомобиля. Ее зовут Альпина, который скажет, насколько ей нравится этот автомобиль. Погнали! Компания была основана в Sakiti Toyota, который начал производство автоматических ткацких станков. Продав патент британцам, его сын, Кейтира Toyota, решил организовать производство автомобилей. Первая Camry вышла с конвейера в 1982 году. Альпина, привет! Привет! С 2018-го. До этого у тебя был Solaris, насколько я помню. Сравнение, как вообще? Ну, Кеймри это Кеймри! И что я вам могу сказать? Это не Solaris даже. Смотри, я сейчас не говорю про классы, я говорю про условия эксплуатации по замене каких-то, может быть, комплектующих, по сервису, по стоимости сервиса. Кеймри стоит значительно дороже, чем Solaris. В обслуживании дороже. И, как бы, все, допустим, там, ТО даже те же пройти, там, замена масла и все остальное, как бы, там, такие вещи. На мой взгляд, вообще, Solaris мне очень машина понравилась. Проездила пять лет на ней, и проблем я вообще с ними не знаю. То есть, в исходнике, в них незначительно это масло поменяет. Заводилась она без проблем. Морозы, что самое для нас важное, да, очень важное, потому что мы в холодном регионе, и для нас это... Как говорят жители других регионов, мы Чукча. Даже не Ханты, а Чукча. Чукотка, 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 Камчатка. Для них это вообще такой край, в котором, в принципе, жизни, наверное, даже нет. Мы живем в Юртах. Да, и медведи ходят по дорогам. Да, самое важное, ходят медведи по дорогам. Я говорю, у меня есть пару медвежат в вольере, я их держу за место собак, встраиваясь, да, в этот прикол. Потом у меня есть прикол, я отвечаю, как, ну, да, мы в Юрте живем, у меня двухэтажная Юрта. Вы видели двухэтажную Юрту? Ну, так вот, я подыгрываю, да. Мы не зря зашли в бокс. Температура, как я уже говорил, 30 градусов мороза. Невозможно работать, то микрофон не работает, то оператор жалуется, что объектив запотевает. Ну, что поделаешь. В таких условиях зато дадим четкую, ясную, подробную информацию вам про этот автомобиль. Что скажешь по мягкости, плавности хода? Плавность хода отличная. Хорошо едет? Едет хорошо, но есть один минус. Стойка левая дала себе знать. Обратилась в сервисный центр. Да, определили, что это стойка. Она гарантина, и ее заменят. Заменят. Не отказали в сервисе? Да. Супер. Вот, когда лояльностью отвечает сервисный центр, это одна из безупречных, хороших качеств автосалона. Вот, в моей практике не отказывает Audi и не отказывает Toyota. Что я уважаю в этих автомобилях? Это сервисное покрытие. Сервис марки Toyota вы можете найти практически в любом городе с населением от 200 тысяч. Если вы поломаетесь на трассе, либо где-нибудь в лесу, не дай бог, вы обязательно найдете сервис в ближайшем городе. Ну, может быть, не в ближайшем, но в диапазоне 300 километров. Если вы, конечно, там нигде не в Воркуте, вы его найдете. И вам обязательно там подскажут, что делать. У меня был случай в моей жизни, когда я поломался. На Q7 в районе Башкирии у меня вылетел вентилятор. Я получил, конечно, большой стресс, находясь в поле. Практически в поле, в голом поле. Меня доставили на эвакуаторе до города Нефтекамск. Есть такой город. Там был праздник с 1 по 9 мая. Все отдыхают, праздную. Я не нашел нужного сервиса. Кто мне не помог. В итоге мы отогнали в Уфу в районе 200 километров от Нефтекамска. В Уфе уже мне оставили машину на какое-то время, определенное срок. Я улетел в Сургут. И выставили счет на оплату. Заменили потом эту деталь. Полностью в сборе только. Toyota не оставил вас в беде практически нигде. Субтитры сделал DimaTorzok. Сейчас мы проезжаем железную дорогу. Неровная поверхность. Стойка. Я вообще даже не ощущаю, что она у тебя вышла из строя. Понимаешь? Может, она не вышла из строя? А, звук был, вот шум. Да-да-да, есть немножко, чуть-чуть. Я смотрю, у тебя максималка вроде, да? У тебя есть та самая сеточка на окне. Да. Обогреватель лобового стекла, о котором жалуются. То, что его нет на данной модели. А здесь он установлен, есть сеточка, которая обогревает полностью лобовуху. Полностью. Комфортно себя ощущаешь в сиденьях? Да. Я тебе могу сказать, что я себя тоже комфортно ощущаю. Мало того, они сюда добавлены вот эти вот ковши. Вот именно в эту модель. Они очень-очень помогают при вождении. Но особенно на длительных дистанциях. Вот насчет этого бардачка. Я смотрю, смотри, Альбина. Я смотрю, ты умночен. Балуешься. Балуешься, да. Вот эта штука, которая закрывает сигнал от датчика при не застегнутом ремне. Вот эта штука. Еще с брендом Toyota. Логотип. Пожалуйста. Люди используют. Все говорят, зачем нужен этот бардачок. Он не нужен вообще, как будто никому. А нет же, девушка нашла его применение. Вот. Пожалуйста. Смотри, у тебя тут нет памяти сиденья? Нет. Чисто один диапазон все у тебя. Под тебя тут любимый. У меня нет необходимости. Под себя любимого. Ну, значит, ты, наверное, не хочешь никому машину свою отдавать. Из-за чего он тебе нужен? По панели прибор к марке, а, да, Альбина у тебя? Пальцы стоят. У тебя есть волшебная тряпочка. У меня есть волшебная тряпочка. Да, которая делает ее новой и блестящей. Еще одна вещь я хочу обсудить. Это, я уже показывал, мягкость деталей. Кузова. Они, многие говорят, я не открываю тут Америку. Я понимаю прекрасно, что это не новость, да? Но я хочу связать их с темой кайдзен. Благодаря этой философии компанию удается сократить издержки. Сама философия кайдзен подразумевает, в первую очередь, избавиться от муды. Муда – это избавиться от всего ненужного. То, что нас окружает, часть вещей, они, в принципе, не нужны. Есть прекрасная вещь, как сокращение издержек. Это касается складских запасов, перепроизводства. И каждый сотрудник, каждый рабочий со своей инициативой предлагает изменения, которые фундаментальным образом меняют такую же составляющую, как расходы компании. И я считаю, что вот эта мягкость кузова именно связана с мудой. Вот по этой причине, на мой взгляд, у Toyota Camry такой тонкий металл на кузове, что никак не влияет на безопасность пассажиров и водителя. Ну, это подтверждает множество краш-тестов. Сам каркас капсульный, кузов капсульный, и сохраняет безопасность, как я уже говорил, и жизнь пассажиров. Смотри, я под капотом у тебя чистенько относительно других. Я заглядывал под капот многих машин. Ты же вроде девушки, ты на мойке, да? А, у тебя же есть хорошие подвязки на мойке. Ты постоянно пропадаешь, да, по этой причине. Ну, тут есть одна проблема, особенно в 2018 году. Ещё она была очень распространена в 2018 году. И стоек проникает грязь, попадает на двигатель. Всё очень ругает, но я говорю, пожалуйста, ну, не дохуйтесь до этой вещи, потому что это всего лишь недоработка, которая, в принципе, может быть устранена. Грязь попадает изо всех щелей, как я уже говорил. Это может быть решётка радиатора, снизу, где угодно. Любой двигатель, посмотрите на любой машине. Там такая же тема. Ещё может быть проблема с опорными подшипниками. На будущее сразу тебе скажу. За ними надо тщательно ухаживать и смотреть. Будешь на сервисе, скажи, ребят, проверьте, пожалуйста, опорные подшипники. На автомобиле установлен 18-й радиус колеса, что правильно, потому что 16-й. Я вот, на мой взгляд, вообще необходимо исключить данный диаметр из данной модели. Багажник у нас меньше, чем на предыдущей Кемри. Сюда влезает три колеса. Примерно три колеса. Если ты будешь переобуваться, тебе войдёт. Ты перебывался же? Когда-нибудь? В жизни? На колеса я не выжжу, это точно. Так, ну и по ёмкости багажника он меньше, чем у предыдущей Кемрюхи. В целом, я могу сказать, что, ну не для колес он создан, это семейный автомобиль и багажного пространства, думаю, будет достаточно. У тебя тут есть кейсы, боксы для хранения прочих вещей, чтобы всё не болталось по салону. На что жалуются? Вот на эту штуку. То, что она мягкая. По мне, по мне, опять же, вспомним о той же муде, о которой, в принципе, никто не говорил. Это касается тех самых принципов, которые являются важной составляющей оптимизации сдержек. Эта штука тонкая не потому, что они пожалели пластика, а потому, что они сокращали сдержки. И, в принципе, у тебя продавливается эта вещь? Было такое, что продавливается? В принципе, тебе не критично. Ты когда-нибудь запаской пользовалась? Нет. Сейчас это вообще дело прошлого, да, уже пользоваться запаской. Ну, вообще, инструмент брала отсюда? Нет. Ничего на дороге не вставало? Нет. Колеса попинала, проверила поворотники. Всё нормально. По полке, которая является прокладкой между багажником и запаской, или под багажным пространством, я могу сказать, что по мне это вообще никак не критично. Абсолютно нормальная деталь. Пускай она немножко такая вот, ну, не такая жёсткая, да, как нужно. Ну, извините, вы что сюда будете, гантели ложитесь или штангу? У некоторых такой нюанс, лишь бы критики больше, масса критики, чтобы было больше негатива и чтобы было больше информации, которые привели к чёту внимания за счёт нецензурной брани, за счёт того, что что-то обосрать надо, ещё что-то. У кого стали мягче, у кого качество автомобиля лучше. Кроме того, что собрали тачку, красиво, аккуратно вы её ещё продаете. Продажа этих автомобилей за 2019 год, а это был растущий рынок на тот момент, в 2019 году продажа автомобиля составляла 680 тысяч единиц. Возьмём первых конкурентов у Toyota Camry, Ford Mondale, Mazda 6, конечно же, это будет Kia Optima и пускай сюда же добавим Volkswagen Passat. Они в совокупности все продали 700 тысяч единиц за 2019 год. Доверя больше, в первую очередь, опять же, затрону тот вопрос и повторюсь, из-за сервисного покрытия. Удобство ремонта данного автомобиля, простоты эксплуатации, ну и распространённость. 38 лет назад с конвейера вышла первая Camry в 1982 году. Альбина, задевала когда-нибудь юбку бамперами? Я не задевала, но это очень прям аккуратно, это прям, если есть такая проблема, понимаешь, что это не та дорога, по которой надо ездить, лучше развернуться и уехать. Выбросить более, да, более такой оптимальный, как бы, вариант, который подходит именно для меня и для моей ласточки. Замечательно, правильно, надо беречь. А мужики, они не такие, и у них бывают фобии, которые вы не понимаете, это охотное рыбальное развлечение, и они, получается, вот эту штуку часто задевают. У тебя ещё стоят батчики парковки вот с этих двух сторон, а здесь его нет. Поэтому, когда ты приближаешься к какому-нибудь сугробу либо неровностям, у тебя она не считывает эту неровность, и ты можешь её задеть. Так что на себя плашай, только на себя. Ещё, может быть, подтёки между коробкой и двигателем, подтёки бывают присутствуют, подтекает масло. На это тоже необходимо обращать внимание, наверное, на сервис. Если ты заявишь об этих знаниях в сервисе, тебя будет более принимать радужно и внимательно. Если это касается Тойоты, а там одевают на тебя каску и жилетку, ты заходишь, залезаешь под машину, да, смотрела, и смотри вот на эту часть, снимай видео, и убедись сама в том, что у тебя всё отлично. Тепло, вот что мне нравится, хоть я в шубе, конечно, еду, но я уверен, что разденешься, даже будет комфортная температура в салоне, тепло. Дизели холодные, страшные. Вот большой минус дизели, мне там говорят, ноги не мерзнут, в комментариях пишут. Ребята, в принципе, я положительный комментарий, абсолютно нормально отношусь к любым комментариям, к любым. И говорят, у меня ноги не мерзнут. Вы не сравнивайте, кто-то живёт на юге, кто-то живёт на севере, кто-то живёт в центральной части России. Если у вас температура ночью была 30 градусов, утром 80, конечно же, она осталась от холода, остаётся до утра. Панель мягкая, не скрипит на предыдущей гамарюхе, на пред-пред-предыдущей, она вообще жёстко скрипела. Жалуются, что щиколотки тут, при отодвинутых назад сиденьях, заделяют щиколотки. То есть, ноги попадают туда, это более, так скажем, у крупных габаритов людей, у них зажимают ноги, и для них это критично. Могу поспорить. Сидел высокий довольно человек впереди, и немаленький сел на заднее сиденье, и они сказали, что действительно есть место, нет такого дискомфорта, что-то такого там, как бы, что вместительная машина. Вообще машина теплая, я слышала, что говорили там, в машине холодно, такого нет, в машине тепло. Я не скажу, что холодно, это всегда тепло. Я любитель тепла вообще, как бы, и, но так как у нас погодное явление не дают радоваться очень долго, да, то, соответственно, получается у нас морозы постоянные. Я не помню такого, чтобы я там не могла сесть и поехать, я такого вообще не помню. То есть, я всегда в любые морозы, я заводила, я ездила, и обычно там говорят, ой, мне машину жалко, я не поеду на машине, пусть она вот стоит, вот потом все там повыдавливает от морозов и все остальное. Нет, у меня, как бы, немного другое к машине отношение, скажем, да, видение. Машина должна меня возить, а не стоять, а я там бегу на автобус, вызываю такси, что я очень не люблю, там, или еще что-то. Нет, я езжу за рублем. Ну, это кусок железа, который мы любим, да, который мы ценим. Понятно, что это вторая вещь, еду после дома, но, тем не менее, она должна максимально эксплуатироваться. Есть такое понятие упущенная выгода, здесь машина не используем, и она стоит, а мы вложили в нее деньги, можно даже по формуле специально, я обязательно о ней расскажу в одном из наших выпусков, в следующем. По формуле специально рассчитать, сколько она забирает у вас финансов за счет того, что она стоит в гараже, на парковке, да. Вы боитесь, например, использовать морозы, там, непогоду, может, просто не хотите на ней ездить. Сколько она забирает у вас денег в процессе, вот именно вот этого прикола, да, к своему месту, там, стояночному. Это можно все рассчитать по специальной форме. В целом, я проехался, мы ехали не на быстрой скорости, но по шумоизоляции могу оценить машину на пятибалльной шкале на 4. Ну что, замечательный собственник, замечательные отзывы, прекрасно знает свой автомобиль и доволен им. Машина хорошая комплектация, элегант с сэйфити. Комплектация одна из топовых. Альвина, спасибо тебе большое, что уделила нам время, это был прекрасный обзор. С твоей стороны, все, до встречи. Это канал Автообзорка, я Фазылыч, паркуйте лайки, сигнальте в комментариях и соблюдайте правила колокольчика. Всем авто пока.